Это Старый Томас. А вы знаете, почему в Таллине часто ветер? Потому что Старый Томас любит покрутиться. Ну, конечно, ему нужно знать все, что происходит вокруг. Он ведь страж города. Вот он опять повернулся. Он смотрит на знаменитую таллиннскую мототрассу. Там, кажется, происходит что-то очень интересное. КОНЕЦ Товарищи, вы не видели вот такой маленькой собачки? Извините. Пусти, пусти. Механик! Механик! Ничего. После тренировки зайдешь в бокс, механик посмотрит. Старта осталась одна минута. Тренерам и механикам покинут трассу. Гонщикам надеть очки. Приготовиться. Внимание. Марш! Что случилось? Поезжай! База! Шеф, можно тебя на минутку? Да-да. Представь, наши институтские деятели не хотят меня допустить к соревнованиям. Ну да. Да-да. У тебя хвосты, говорят. Ясно. Я занят. Постарайся ликвидировать, и все уладится. Когда? Ну, а все как? Ладно, ладно. В деканате поговорим. Вот, спасибо. Сделай. Сделай. Приготовиться. Внимание. Марш! Запретить чемпиону участие в гонках, это они перехватили. Правильно делают. Так и нужно. Что? Как ты, тренер, можешь становиться на сторону института? Не понимаю. Уйди, уйди. Ну, уходи, прочь отсюда. Марья Куклор, нужно же так промахнуться. Промахнуться? Ну, знаете ли. И как еще такую очаровательную девушку и вдруг принять за мужчину? Разве это не промах? Скажите, вы не очень сердитесь? Ну, как я могу на вас сердиться? Ведь из-за меня могла произойти катастрофа. Вернее, из-за него. Дело не в этом. Гонщики падают часто. А в чем же тогда? А в том, что я вас увидел. Но вы ведь меня видели и раньше много раз. Ньютон, наверное, тоже не один раз видел, как падает яблоко. Но вот оно упало, и он открыл закон тяготения. А что открыли вы? Тоже закон тяготения. Слушай, Ньютон, может, продолжим тренировку? Петер, как это я тебя не заметила странно. Ты тоже упал? Надеюсь, все в порядке? За исключением того, что ты меня не заметила. Но я спокойно, раз ты шутишь. Бессовестный, куда мне тебя девать, а? Если вы его будете часто навещать, могу взять к себе. Мне кажется, что у меня ему будет удобнее. Ему, пожалуй, да. А вам? А, наверное, мне тоже. Его у меня никто не будет навещать. Послушай, Рауль, я прошу тебя оставить Марику в покое. Боюсь, что она его уже потеряла. Не суди обо всех девушках по твоим знакомым. Есть и другие. После знакомства со мной все становятся одинаковы. Как ты можешь так о ней говорить? Ты же ее совсем не знаешь. Зато я себя знаю. Это, брат, куда важнее. Ты меня понял? Ты меня понял? Нет, ты слыхал? Да, Петер хорош, за девушек заступается Идеалист Я все сказал, надеюсь, ты понял Положен, ты теперь мне не все сказал, но я тебя понял уже давно Ты что, влюбился в Марику? Это тебя не касается Долг каждого порядочного человека Порядочные люди не ведут таких разговоров при свидетелях Ну вот, попали в свидетелях А по-моему, порядочные люди свидетели не боятся Да? Я нарочно при ребятах еще раз говорю тебе Оставь Марику в покое Добраюсь, Петер, не будь теленком Все мы, в конце концов, спортсмены А в спорте первый приз получает тот, кто приходит к финишу первым Но в спорте существует еще и этика И тех, кто ее нарушает, выгоняет из спорта Учти Ну вот Благодарю за урок Марика Что вы делаете завтра утром? Я бы хотел вас пригласить Спасибо Но мы с Петером едем на рыбалку Рыбную ловлю, моя страсть И потом Я обещала сварить такую уху, какой он еще в жизни не ехал А может быть и вы поедете с нами? Вряд ли Петеру удастся наловить столько рыбы, чтоб хватило на троих К сожалению, я не рыбак Я охотник За двумя зайцами Нет, правда, за кем вы охотитесь? Весной за утками, а осенью за куропатками И всю жизнь за сказочной синей птицей А вам удавалось когда-нибудь ее поймать? Пока нет Но я не теряю надежды Скажите, что вы делаете сегодня после обеда? Еду в аэропорт встречать сестру с мужем Вы знаете, какой ужас Я с утра обегала все цветочные магазины И нигде нет роз А это ее любимые цветы Ой, мне пора Ну, до свидания, Рауль До свидания, Марик До завтра, Петер До завтра Можно поговорить с тобой, Рауль? Пожалуйста Понимаешь, тут Петер все-таки прав Это очень плохо с твоей стороны Еще один рыцарь прекрасной дамы И, между прочим, не одной дамы, а сразу двух Двух? Да, по отношению к Марике это в полной мере свинство А по отношению к Эви явно и хамство Опять этические нормы и моральные платформы Эви наш товарищ Мы все к ней относимся по-настоящему Кто это вы? Как кто? Все ребята Олив, Ян, мы Ах, вот что Артель безнадежно влюбленных в нашу Эви Кто же у вас председатель? Рауль, можешь бросить ломаться Все куда серьезнее Ты только напрасно оскорбишь Эви А с Марикой у тебя ничего не выйдет Это мы еще увидим Марико Вы так быстро убежали, что я не успел вам сообщить очень важную вещь Что именно? Что завтра утром вы не сможете ехать на рыбалку Почему? Потому что вы должны встретиться с одним человеком Не знаю никакого человека Вы его не знаете? Нет А я знаю Ну, с кем тогда? Со мной А где я должна с вами встретиться? У театра Я иду на концерт Приходите Ну, а завтра я еду с Петером С Петером вы поедете послезавтра Приходите Но я вас Я вас очень прошу Поверьте, Марико, если вы завтра не придете Тогда вы ничего не потеряете Серьезно, Марико Приходите Значит, я буду завтра ждать вас Рауль? Да? Ты не забыл, что мы завтра идем на концерт? Ах, Эви К сожалению, я не достал билетов Да? Да А жаль Жаль Спасибо Произвел посадку самолет номер 53-02 Прибывший рейсом 343-м из Ленинграда Прибывший рейсом 343-02 Марика Эллен Марика Ты стала такая знаменитая, что совсем забыла сестру А мы так долго не виделись А ты думаешь, я ее вижу больше, чем ты? Она меня совсем забыла из-за своего театра Ты меня ревнуешь даже к театру А ревность порок, Анс Так же, как и курение О-о-о Пойду за сигаретами Я роль получила? Кого ты танцуешь? Ведьма Бедный Анс Ну, хорошо, я побегу с такси Мороженое Мороженое кушали, а заплатить забыли Какое мороженое? Сливочное, 2,70 Нет, что? Да Что вы, какое мороженое? Не понимаю Извините Знаете, это не я Ну как не вы? Нет, нет, но Но, впрочем, это все равно Пожалуйста Производится посадка в самолет номер 5206 Отбывающий рейсом 304 по маршруту Таллин-Рига И все-таки я ничего не понимаю Кому, в конце концов, предназначался этот букет? Тебе или Эллен? Мне, для Эллен Но преподнес он его, Эллен, для тебя Совершенно верно Чтобы я отдала, Эллен Угу Так Интересно Значит, он ухаживает за тобой, а цветы покупает моей жене? Не понимаю И не поймешь Потому что черная пелена ревности застилает твой светлый рак Можно? Пойдите Да? Извините, пожалуйста Вас просит администратор Сейчас приду Пожалуйста Пожалуйста Марька Вот тебе два подарка Это от тебя А это от Анса Ой Значит, это ты, а это Анс Да Чудесная пара Ой Спасибо О, только он, кажется, чуть-чуть мед Правда? Да Да, он ужасно ревнивый Ничего Разносится Эллен А? Ты ангел Только до конца этого сезона А сначала следующего я ведьма Но пока ты еще ангел И все поступки твои должны быть ангельскими Ой, Марька Сразу в двух местах А где работает ваша жена? В Ленинградском театре оперы и балета Я, должно быть, уеду дня через три А вот моя жена думает остаться до конца своего отпуска Хорошо Так что вы ее, пожалуйста, не обижайте Ну что? Прошу вас Я сама мечтала быть балериной О А вы сами тоже имеете отношение к театральному искусству? Самое непосредственное А кто же вы? Я муж начинающей балерины Ну пойми же, у меня безвыходное положение Ты сама виновата Я же не знала, что так получится Ну, выручи меня, милая Ну, а когда это? В десять часов утра Он такой высокий, блондин, довольно интересный Ну вот, если он такой интересный, иди с ним сама А я пойду с этим Раулем Тем более, что мы с ним уже знакомы Что? Нет, этого ты не сделаешь А почему? Я люблю музыку Ну, Элли Ну, ладно, ладно Значит, завтра в десять утра На лестнице горки Хаю Зовут Петер Интересный высокий блондин На мотоцикле Да, я знаю, что я не могу Выбираюсь в землю Ну, ладно, ладно, ладно Я не могу 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 КОНЕЦ 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 Так можно сойти с ума. Что с вами? Со мной ничего. Еще один. Марико! Это я? Здравствуй. Здрасте. Извини, пожалуйста, я опоздал, задержался в магазине. Хорошо, что еще хоть так кончилось. Наоборот, это только начало. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Ну, неплохо, да? Чудесно. Наша общая страсть тем именно и замечательна, что заставляет искать тихие уголки. Не понимаю, собственно, что ты хочешь этим сказать? Ну, ты же сама призналась. В чем я призналась? Что любишь рыбную ловлю. Ах, да, верно. Я люблю ловить рыбу. То есть рыбаков. Ой, то есть рыболовлю. Ну вот что. Ты пока отдыхай. А я буду собирать спиннинги. А что они здесь водятся? Кто? Ну, вот эти, которых ты хочешь здесь собирать. Я сказал спиннинги. Ага. Эй, молодой человек. Клюет неплохо. Тише. Рыбу испугаете. Разве можно так кричать? Ой, извините, товарищ Ласс. Я вас не узнал. А ты откуда меня знаешь? А я всех гонщиков знаю. Особенно хороших. А вы, оказывается, имеете успех. К сожалению, только у мальчишек. И не больше. Товарищ Ласс, кто по-вашему придет первым? Откуда мне знать? Я не пророк. Наверное, Рауль Тамре. Эх, лихой парень. Петер, как тебе нравится Рауль? Первоклассный гонщик. Ну, а как человек? По-моему, мальчик правильно сказал. Лихой парень. А лихой парень это хорошо или плохо? Как по-твоему? Не знаю. А все-таки? Лихой парень, может быть, это и неплохо. Во всяком случае, многим нравится. Вот твой спиннинг. Пожалуй, я сначала выкупаю. Хорошо. Только не забудь про уху. Уха? Но ведь ты же обещала. Сколько я успела наобещать, совсем на меня не похоже. Ого, ты умеешь танцевать? Да, немного. Занимаюсь танцем, если остается время отрывной ловли. Ага. Занимаюсь танцем. Занимаюсь танцем. Занимаюсь танцем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, хорошее местечко ты выбрал И Марика здесь, что ж, она тоже рыбу ловит? У нее прямо страсть к рыбной ловле Ишь ты, не имел понятия, что у нас на курсе имеются страстные рыболовы Это новость Математик Не слышит Ну я сейчас Слушай, чего не здороваешься? С кем? Ну, со мной С вами? Ах, это ты! Здравствуй! Как живешь? Здравствуй, хорошо! Слушай, ты что оставляешь на осень? Теорию функций комплексного переменного или тензерное исчисление? Как? На осень? Да А, это... ну вот это... Что вот это? Ну вот, которое ты первым назвал Функции переменного? Угу Почему? Да, немного легче выговаривается Знаешь что, Марика, тебе вредно долго сидеть на солнце Пойди лучше искупайся Угу Сумасшедшие! Часы сними! О! Давай, 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 давай Спасибо! Вот была бы неприятность, их подарил мне мой... Кто твой? Мой дедушка Ах, вон что! Я их отнесу Петеру! Хорошо! Петер! Спрячь часы! Это дедушкин подарок Смотри, не потеряй Ни пуха, ни пера До свидания До свидания Спрячь часы Хорошо Петер! Как наши дела? Мы много наловили? Пока не очень Тащи все сюда! Я есть хочу Ты прекрасный рыбак! Где ты все это наловил? Да вот, набрел на счастливое место Что же будет? Соли нет? Соль? Угу Что я натворил? Значит, ухи не будет Как это я мог забыть, Соль? Уже самое время обедать Где ее взять? Чистить рыбу умеешь? И терпеть не могу Ага, тогда чистить рыбу буду я, а ты поедешь за солью А на чем ехать? Мотоцикл стоит Мотоцикл? Знаешь что? Ты сам отправляйся за солью А я почищу рыбу Это ведь не так уж сложно Ну, ты ведь не любишь Садись на машину Живо! Я пойду пешком Погода хорошая Что ты, до деревни 4 километра Поезжай А когда ты вернешься И вся рыба будет вычищена Что ты, до деревни 4 километра Что вы его мучаете? Ну, заводите машину А я и завожу Это новый метод Вы шутите Это Иш-56 Выпуск 60-го года Максимальная скорость 160 километров В час Ну, можно подумать Что ты умеешь ездить Умею А я не верю Ах, не верите? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тетя, как его остановить? Да я не знаю Тетя, тетенька Вытащите меня из корзинки Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Здравствуйте А как же мы остановимся? Там земли нет Я тоже самое и думаю Ну, вот и нашли сено Уэй, макс Уэй, макс Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Очень рада Пойдемте, Барик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дом omogu Так, сейчас, одну минуточку Над, приготовились Сейчас снимаю Ай, мотоцикл! Тетя! Вы целы? О, вот вы где. Давай сюда. Хорошо прокатилось? Да, все было хорошо. Мотор работал превосходно. А знаешь, Марьяка, пока ты ездишь, я не могу. Я соль у себя в мешке нашел. Замечательно. Выходит, все это было совершенно напрасно. Почему же? Пригодится в следующий раз. Да. Дай твою тарелку. Очень проголодался, правда? Да, ничего не ел со вчерашнего дня. Почему? Все думал о твоей ухе. Боялся испортить аппетит. А почему ты не ешь? Жду. А ждешь меня? Спасибо очень. Мило с твоей стороны. Ну, подъел ты еще когда-нибудь такую уху, а? Представь никогда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok 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 С Марикой. Ах так, значит, для Марики у тебя нашлись билеты. Эви, они тебя разыгрывают, не поддавайся. Как раз вчера Марика была со мной на рыбалке. Ну да. Извини, я пошутил. Очень глупая шутка. Конечно. Выручил. Спасибо. Я не думал тебя выручать. Я просто не люблю вранья. Да сам врешь, потому что я их видел в театре. Ну что ты говоришь? Я сам своими глазами видел Марику на рыбалке вместе с Петером. Погоди. Парам говорят врут, как очевидцы. Честное слово, ребята. Честное слово, я сам видел. Честное слово, ребята, что я их видел в театре. Так вот, Рауль. Своими победами можешь хвастаться сколько угодно. Но выдумывать не болится про Марику. Я тебе не разрешаю. Мы попробуем обойтись без вашего позволения. Кстати, ребята. Сегодня вечером Марика катается со мной на яхте. Что? Внимание, приближай цеви. Сейчас она подольет масло в огонь. Дождь. Опять дождь. Дождь. Тренироваться все равно нельзя. Ага. Давайте отдыхать, девушки. Давайте будем отдыхать. Ну что ж, согласна. Только на этот раз я достану билеты сама. Привет. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Куда в такую погоду? Оказывается, собаку необходимо выводить гулять минимум в два раза в день. А можно я с тобой? Пошли. Не только дождь, но и ветер. Скажи, а ты знаешь, почему в Таллине часто дует ветер? Нет. Потому что старые Томасы любят крутиться. А ты любишь детей? Почему? Ты даже со мной разговариваешь, как с маленькой. Это не потому, что я люблю детей. А потому, что я люблю... Люблю старого Томаса. Марика. Да? Ты на меня обиделась? За что? Да вот за прошлое воскресенье. Тебе, наверное, было со мной скучно. Почему ты так думаешь? Нет, наоборот, я тебе очень благодарна. Я не думала, что будет так хорошо. Да, ну вот только... Что только? Ну, был такой небольшой обман. Какой обман? Да ведь рыбу-то я не сам наловил. Знаешь, Петер, даю слово. В следующее воскресенье поеду с тобой на рыбалку. Только заранее запасемся рыбой. Да. Честное слово? Угу. Обязательно? Ну, конечно. А ты не забудешь? Обещаю не забыть. У меня память хорошая. Чему ты улыбаешься? Что это? Как будто часы. Это твои часы. А почему они у тебя? Откуда? Ян мне их отдал. Когда-то пошла купаться, чтобы я их спрятал. А потом я их забыл тебе вернуть. А, это значит, у тебя плохая память, а не у меня. О, что это такое? У тебя еще одни? Да, еще одни. Еще одни часы. Это подарок бабушке. Она мне дарит всегда такие же подарки, как дедушка, чтобы я не могла сказать, чьи мне больше нравятся. Ой! Ай-яй. Ой. Что теперь будет? Эллима возлится. А кто это, Эллима? Бабушка. Кажется, у меня пора в театр. Который час? А где твои часы? Понимаешь, понимаешь... Что, потеряла? В ремонте. В ремонте? Да, они спешат. Ничего себе, покупают часы с гарантией, а они куда-то спешат. Кому ты их отдала? Наверное, это так. Там. Там? Идем. Идем скорее. Пойдем. Часы в порядке, ходить будут. Но стекла у меня такого нет. Неужели? К сожалению. Ай-яй! Кто это? Антонио! Это ваша собачка? Да, я его повсюду ищу. О, милый! Я сейчас затоплю плиту и согрею ему котлетку. Не надо топить. Он только что покушал. Кушал? Да. Ах, умница! А я, представьте себе, с тех пор, как потерял его, не ел ровно ничего. Больше не уйдешь. Не уйдешь, не уйдешь. Но раз вы получили своего щенка, отдайте им мои часы. Часы? Прошу вас, зайдите. Через 10 минут я вставлю небьющееся стекло. Да? Чудесно. Да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Подумай только, новые часы, совсем новые, уже не в порядке. Нет, это безобразие. Подожди. Это здесь? Что здесь? Мастерская. Часы твои здесь? Ну? Да. Да? Пойдем. Мы напрасно тратим время. Идем. Раньше завтрашнего дня часы не будут готовы. Чепуха. Часы совсем новые, не может быть такой сложной почек. Пойдем. Пойдем. Ам, заверяю тебя, мы пришли слишком рано. Ночеваетесь, как раз вовремя. Можете получить. Видишь? Мои часы? О, осторожней. Не волнуйтесь, стекло не бьющееся. Спасибо. Сколько я вам должен... Не злого, молодой человек. Это подарок вашей спутнице от Антонио. Кто это Антонио? Ваша спутница знает, кто он. Антонио? Антонио. Калин. Идем. Идем, идем. До свидания. Подожди. Я пойду спрошу, может быть, готовые часы. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Забыли что-нибудь? Готовые часы. То есть, какие часы? Ну, мои часы. Вы же их получили. Как получила? Вы что-то путаете. Извините, это вы путаете. Ничего не понимаю. Я сам ничего не понимаю. Но ведь я вам их принесла? Да, принесли. Разве я с вами спорю? Ничего не могу понять. Их взял ваш друг. А Антс, кажется, его зовут, да? Какой Антс? Откуда мне знать? Антс. Антс? 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 Антс. Ах, да. Извините. До свидания. До свидания. Ну, прости. Я верю тебе, он ошибся. Я действительно жалкий ревнивец. Я больше никогда не буду. Глупый. И не стыдно тебе? Ты словно маленький ребенок. Услышишь что-нибудь и веришь сразу. Как Марика. Ну, не будем ссорить с перед моим отъездом, ладно? Я буду звонить тебе каждый день, а скоро приеду обратно. Ой, нужно бежать. Позвоню, как долетел. Ты проводишь меня, а? Пойдем. Нет, мне нужно увидеть еще Марику. А. Ну, бегу. Эллен! Взяла часы. Вот они. Хорошо. Да не очень. У тебя свидание? Да. Неужели он тебе так нравится? Да. Это серьезно? Да. Он меня пригласил кататься на яхте. На яхте? Да. Будет ждать в 7 часов на пристани. На пристани? Ровно в 7. Тебе нужно туда опоздать. Нет, что-то он сказал, чтобы ровно в 7. Глупая девочка на 15 минут. Ну, Петер, какие у Тамры результаты на этой тренировке? Очень хорошие. Рауль Тамры. Рауль Тамры. Рауль Тамры. Больше ни о ком не могут говорить, кроме него, а? Ты должен его обогнать, Петер. Ну, да. Мы все на тебя надеемся. Понял? Привет. Хорош. Ну, Петер, как думаешь, кто займет первое место? Там видно будет. Смотри, мы на тебя надеемся. Эй, спорта в твоих руках, сынок. Смотри, не подведи. Привози нам звание чемпиона, а то к работе не допустим. Ну, всего доброго. До свидания. Ну, ладно. Догонок-то мы больше не увидимся. Так что ни пуха, ни кера. Спасибо. До свидания. Будь здоров. Счастливо! Счастливо! Хороший парень. Рядом. Привет. Здравствуйте. Марика, вы сама точность. Вы пришли ровно в 7 часов. Здравствуйте. Здравствуйте. Опа. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Марика, ты куда? Я? Домой. Садись, довезу. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Марика, давай покатаемся. Уже поздно. Поздно. Угу. До свидания. До свидания. Дорогая Марика, очень прошу тебя быть вечером в моем номере. С аэродрома будет звонить Анц, выручи. Ты, это я. Позже объясню. Эллин. Вам здесь нравится? Очень. Может, вам холодно? Да. Еще холодно? Нет. Я люблю вас, Марика. Поверьте. Слушайте, Рауль, мне не хотелось бы причинять вам боль. Я верю, что вы меня любите. Вы такой добрый, а я безумно легкомысленно. Мне просто совестно. Сегодня мне может понравиться один, завтра понравится другой. Боюсь, что я совсем не способна на большие чувства. Мне нужно перемениться. Мне тоже. Это просто удивительно. Я в точности такой же. Я сам терпеть не могу всю эту лирическую канитель. Охи, вздохи. Удивительно. А многим кажется, что вы совсем другой. Это кому же? Ну, хотя бы моей сестре. А разве она меня знает? Моя сестра не знает вас. Просто она вас выдумала, и ей хочется, чтобы вы были именно таким. Ничего не сделаешь. По-видимому, ваша сестра совсем не похожа на вас. Ни капельки. Она во всем лучше меня. Нет, Марик, этого не может быть. Что с вами? Меня укачало, понимаете? Да. Скорей домой. Скорей. Хорошо. Живей, живей, ребятки. Проходите быстро. Так. Пожалуйста. Прошу вас, проходите. Простите. Ага, здравствуйте. Извините. Вы обознались, товарищи. Нет. Это совершенно невозможно. Если я увидел человека всего один раз. Где мы с вами встречались? В моей мастерской. А, вы часовщик, конечно, теперь узнают. А я вас сразу узнал. И вашу спутницу тоже. Какое совпадение? Сначала увидал ее, а сейчас вас... Вы когда ее видели? 40 минут назад. Где? Что? В яхт-клубе. До свидания. Э, э, постойте, постойте. Это бы не может быть. То есть как? Вас удивляет, почему я бываю в яхт-клубе? У него слабые легкие. Необходимо дышать морским вождем. Ничего не понимаю. Я усаживаю его впереди себя на скамеечку и говорю ему, дыши милую. Но послушай. И он дышит. Такая умная собачка. Дышит и глубоко. Плевал я на вашу собачку. Вы сказали, что вы увидели в яхт-клубе девушку, с которой я была у вас. Если вы в таком тоне будете говорить о моей собаке, нам лучше раздать. Я принесу глубокие извинения вашей милой собачке, но что же она делала в яхт-клубе? Отдыхала у моря. Вы ошибаетесь. Этого не может быть. У нее слабые легкие. Да плевал я на вашу собаку. Извините, я не могу этого слушать. Очень хорошая собачка. Но право, я не о ней спрашиваю. Что моя знакомая там делала? Каталась на яхте. На яхте? Да. С кем? С этим Раулем Тамре. Знаменитый гонщик. Все его знают. И вы, наверное, его тоже знаете. Мы выходили с малышом из лодки, когда она подошла к яхте. Вы уверены, что это была моя супруга? Супруга? Да, да, именно. Нет, пожалуй, это была не она. Может быть, я спутал. Но ведь... Сомнения я спутал. Я видел вашу жену всего только раз. Вы же сказали, что у вас на лице феноменальная память. Да, но лицо вашей жены наоборот. Лицо этой девушки было закрыто. У нее в руках... В руках у нее были эти, как они называются, цветы. Цветы? Неужели розы? Ага. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Слушай, Марик, а не нужно сердиться. Выслушай сначала, почему я тебя обманула. Этот твой Рауль еще хуже, чем я о нем думала. А ты хуже, чем я думала о тебе. Успокойся. Анс не звонил? Нет, не звонил. Он был здесь. Как? Значит, он не уехал? Да, он не уехал. Он опять ревнует и на сей раз не без основания. Ну что стоишь? Ложись скорее в постель. Он сейчас вернется. Здравствуй, Анс. Здравствуй. Сочувствую от всей души. Ну, видишь, какое несчастье. Взяла и заболела. Ну, идем к ней, идем. Так. Так. Сейчас термометр поставим. Ну-ка. Спокойно. Ну, вот. Теперь мы принесем кипяточку и начнем. Что случилось? Я ничего не могу понять. Ничего особенного. Ты больна и все. Почему ты меня обманула? Я... я... потом расскажу. Ну, вот так. Сейчас мы нальем кипяточку. Ой-ой-ой. Давай градусник. Сейчас посмотрим. Ну. Ну, ничего. Это сюда. И начинаем. Вот. Так. Ну. Нет, нет, не буду. Будь умницей, будь умницей. Это совсем не больно. Совсем не больно. Слушай, Эллен. Немножко прочьет и все. Ну. Эллен. Эллен, милый мой, ну, прошу тебя. Ну, слушай, что это за капризы? Я не понимаю. Эллен. Ну, бери руку. Эллен. Тихо. Спокойно. Спокойно. Спокойно, 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 спокойно. Не хочу. Вот так. Лежи. Ну, перестань. Лежи, лежи, лежи. Лежи. Лежи, лежи. Не смотри на меня. Оп. Чш. Все, 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 все. Уже все. Все, все, все. Чш. Тихо. Вот так. Ну, вот. Ну, ладно. Давай идти. Ага. Да не бойся, она у нас всегда была неженкой, так что. Не знаю, не знаю. Всего хорошего. Приходи почаще. Так, все в порядке. Я тебя поставлю на ноги. Ну, как ты сейчас себя чувствуешь? У меня становится еще хуже. Ничего, ничего. Сейчас будет гораздо лучше. На, выпей. Нет. Открой ротик, надо выздороветь. Нет, нет, не хочу. Это горько, не хочу. Это совсем не горько, это сладкое. Сладкое. Ну, посмотри. Посмотри, ну. Ой, нет, нет. Не буду, не хочу. Эля, ну, давай, 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 подними голову. Не хочу. Давай, давай. Вот так, так, так. Рауль. Да. Немного, можно? Извини. Ты был вчера в институте? Не был, а что? На доске вывесили приказ с последним предупреждением. Если ты не ликвидируешь задолженности, тебя выгнят из института. Не так уж легко выгнать чемпиона. Что же они не понимают, что у меня сейчас каждый день тренировка? Вчера тренировки не было, мог бы позаниматься. Вчера. Вчера я был очень занят. Катался с Марикой на яхте. Кстати, ты можешь сказать, это Петеру. Рауль. Да. Когда ты с Марикой катался на яхте? Вчера. В котором часу? Ровно в семь часов. Неправда. Что? Ровно в половине восьмого я встретил ее на улице и проводил домой. Знаешь что, Петер, ты, разумеется, рыцарь и врешь из каких-нибудь самых благородных соображений. Но мне твоя святая ложь надоела. Я нравлюсь Марике, а ты не нравишься. И никто не виноват, что девушка обнаружила хороший вкус. Драться я с тобой не собираюсь. И спорить тоже. Я приглашаю всех желающих. В субботу к десяти часам вечера на танцплощадку у берега моря. И тогда посмотрим, с кем будет Марико. Ну, это уж ты загибаешь. Какая спортсменка будет танцевать накануне соревнований? С тобой не будет. А со мной будет. Правда, я забыл, что у девушек в воскресенье тоже гонки. Ну, ничего. Приходите, и вы убедитесь, что для девушки, будя она хоть трижды спортсменка, сердечные дела всегда на первом месте. Ну, что же это такое, Петер? Не беспокойтесь, ребята. В субботу вечером Марико никуда не пойдет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет. Здравствуй. 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 Что же я теперь собираюсь делать? Привет, друзья. Взять первое место на гонках. Брось, дурака, валя. Здрасте. А что? Вот исключат тебя за неуспеваемость, и никто за тебя не заступит. Можете не беспокоиться. Уже заступились. Кто? Заместитель председателя нашего спортивного общества. Он как раз в данный момент вправляет мозги ученым мужам из нашего деканата. Ну? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Ничего не вышло. Как? Что же они говорят? Да что они могут говорить? Студент должен учиться. Я им доказываю, привожу доводы, аргументирую, а они опять за свое. Студент должен учиться. Да? Формальное отношение. Ну ничего. Придешь первым, и мы еще с ними поговорим. Ну пока. Пока. Сюда пришла Эви? Ну да. Да. Ищет тебя. Ты подожди здесь, а я зайду с тобой. Вот эти записи... Вы не скажете, где я могу найти Раули Тамры? Он только что здесь был. Спасибо. Вы не скажете, где я могу найти Раули Тамры? Не знаю. Спасибо. Давайте я вам помогу, товарищ Муст. Вы не видели Раули Тамры? Я его не видел. Эви, какая приятная и неожиданность. Приятная? Конечно. Ты был с Марикой на концерте? Я был? Ты? С Марикой? С Марикой. Кто это тебе сказал? Чепуха какая-то. Можешь спросить у Яна, у Петера. Можешь спросить. Ну хорошо. И на яхте ты с ней тоже не катался. На какой яхте? Знаешь, Эви, кто-то хочет нас с тобой поссорить. Допустим. А скажи, с кем ты собираешься танцевать завтра? Ну, видишь ли, Эви, тут совершенно особые обстоятельства. Какие? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Нет, не знаю. Скажи лучше, как ты относишься к Марике. Ну, хорошо. Я скажу тебе всю правду. Просто захотелось тебя заставить поревновать. Ах, вот как. Да, пожалуйста. И для этого ты собираешься скружить голову другой девушки, да? И приглашаешь ее на танцы, да еще накануне соревнований. Ну, обо мне ты можешь не беспокоиться. Я могу танцевать три ночи подряд и все равно приду первым. О тебе я не беспокоюсь. Но ведь она... В том-то и дело. Ведь она же твоя единственная серьезная соперница. Дурочка. О тебе заботятся. А ты... А ты злишься. Здравствуй. Здравствуй. Это Эви говорит. Я видела Рауля. Он мне сказал, что вы пойдете танцевать. Да? Наверное. Не ходи с ним, Марик. Он сказал мне, что позвал тебя нарочно, чтобы ты устала и проиграла завтра соревнования. Понимаешь? Ну, Марик, родненький, ты мне веришь, да? Верю. Я и сама только сейчас поняла, какой он человек. Ложись спать. Да? До свидания. Привет. Здравствуй. Что с тобой? Ничего. Ты была права. Он оказался в сто раз хуже. Кто? Кто? Рауль. Ну вот. Почему в сто раз хуже? Он пригласил меня на танцы. И кто? Рауль. Я ему ненавижу. А когда он пригласит тебя на танцы, что ты будешь делать? Не пойду. А я на твоем месте поупрямилась бы немного и согласилась. Неужели ты думаешь, что я буду с ним танцевать? Нет, ты только согласись. А танцевать с ним буду я. 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 Уже поздно, нам пора домой. Нет, я не хочу. Погнали. Я тоже не хочу, но завтра соревнования не забывайте. Ну, хорошо. Пойдем. Да, что делать? Да. Наступил долгожданный день. Сегодня проводится перенство Эстонской СССР по мотоспорту. Общеизвестно, что это очень популярный вид спорта. Соревнования по кольцевой гонке привлекли сюда сегодня более 100 тысяч зрителей. Таллиннская кольцевая трасса – одна из труднейших и интереснейших трасс в Европе. Разнообразный характер различных участков трассы – подъемы, спуски, опасные повороты – требуют от гонщиков смелости, выдержки и высокого мастерства. Погода обещает быть отличной, и вновь прибывающие болельщики спешат занять наиболее выгодные места. Послушайте, Марико, скажите тренеру, что вы себя плохо чувствуете, и откажитесь. Пока можно. Ну, почему же? Вы легли вчера поздно. У вас все равно нет шансов. Зачем зря позориться? Вы, как мне известно, тоже танцевали довольно долго, так что думайте лучше о себе. Значит, я тебя напрасно предупредила? Совсем не напрасно. Выходит, напрасно, если ты с ним потанцевала всю ночь. Я с ним не танцевала. Хоть бы не врала, по крайней мере. Ребята вас видели. Плохо видели. Не выкручивается. А ты не ревнуй. Причем тут ревность? Просто мне неудобно соревноваться с тобой на неравных условиях. Условия действительно неравные. Потому что я тебе верю, а ты мне не веришь. Вон, смотри. Роль Тамры. Чемпион. Замечательный парень. А вон Петер Ласс. Тоже неплохой гонщик мой. Знакомый есть. Не познакомился на рывалке. А гонщицей вон, посмотри. Ай, плоховато знаешь. Женщина меня интересуется. Ты что хочешь? Да она не знает, как ездить. Но это добро. Даю слово. Она даже сама не могла переднее колесо отличить от заднего. Пришлось показать. Сегодня соревнования имеют особое значение. Впервые примут участие молодые гонщики. И тот, кто победит сегодня, будет иметь право на участие в международных соревнованиях. Через минуту на старте появятся женщины на мотоциклах в классе до 125 кубических сантиметров. Сейчас они ездят по кругу, заканчивая прогрев машины. Ваши часы. Ну, можем начинать. Итак, борьба за звание чемпиона республики начинается. Гонщицы, показавшие лучшее время на контрольных заездах, как всегда, стартуют в первом ряду. Номер шесть в синем костюме Эви Ранг. Номер двенадцать в красном костюме Марика Квар. Ее серьезный шагер. Эви, все в порядке? Гонщиком надеть очки. Приготовиться. Внимая. Марш! Итак, участникам этого заезда предстоит пройти пятнадцать кругов. Это значит неоднократно преодолеть подъемы, спуски и опасные повороты. Это требует внимания, смелости и большой спортивной подготовки. Как я уже сообщил, Эви Ранг, наступающий от общества судов на машине номер шесть, имеет серьезную соперницу в лице студентки на политическом факультете Таллиннского педагогического института Марики Клар. Марика Клар показала отличные темы на контрольных заездах. В синем костюме Эви Ранг, рекордсменка прошлого спортивного сезона, сумеет ли она удержать за собой первенство? Это покажет пятнадцать кругов. Участницы прямо со старта взяли хороший темп гонки. Зрители с напряжением следят за гонщицами. На поворотах и во всех опасных местах укреплены мешки с опилками. С собакой на соревнованиях нельзя. Но я не могу без собаки. Тогда вам придется уйти отсюда. У меня есть билет. Отведите собаку и возвращайтесь. А что я здесь буду делать? Как что? Да. Здесь гонки? Мне интересуются гонками. Зачем же вы пришли сюда? Из-за собаки. Знаете ли, у нее слабая легкая и нервная система. Врачи утверждают, что ей необходим свежий воздух и общество. Мне сказали, что на мотогонках бывает шумно и весело. Вот я и привел ее сюда. Ее надо лечить. У нее прямо черная меланхолия. Невозможно, чтобы у такой светлой собаки была черная меланхолия. Понимаете, это прямо против естества. Я никак не могу допустить этого. Да. Действительно, соревнованиях бывает много народу. Но такого чудака мне здесь встречать не приходилось, право. На соревнования я вас пустить не могу. Таков закон? Нет. Ну, сегодня выиграет, пойдет на международное соревнование. Ну, ясно. Товарищ тренер, а когда они будут? Они будут через две недели. К нам приедет много спортсменов. Предполагаю, что 18 стран примут участие. Семпион, не обязательно приходи, а то без тебя мы все пропадем. Надо потренироваться, и будет порядок. Десятая группа. Между номером 12 Марик и Клар и номером 6 Эверант завязалась упорная борьба за перенство. Гонщицы не хотят уступить друг другу ни метра. Скорость нарастает. Лидирует номер 6 Эверант. Гонщицы не хотят уступить друг другу ни метра. Отвели собачку? Все в порядке. Тринадцатый группа. Напряженная борьба за лидерство между номером 6 и номером 12 продолжается. Номер 12 Марик и Клар не отстает от лидера. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. За что, товарищ Тамра? Что за манера такая взрослых людей передразнивать? А передразнивать кого? Меня. Что вы? Я на вас и не смотрел. Реш, я сказал ничего не понимаю, а ты повторяешь. Я вас не слушал, я сам сказал ничего не понимаю. Чего ты не понимаешь? Понимаете, я думала, что она вылетит на первом повороте, а она взяла и вырвалась вперед. Действительно, ничего не понимаю. Что-то случилось с машиной номер 6 лидера соревнований Эверант. Она заметно начинает терять скорость. Номер 6 Эверант вынуждена заехать в боксы для ремонта и теряет драгоценные секунды. Номер 12 Марик и Клар не отстает. Исправность не отстанена, соревнования продолжаются. Последний круг. Он поведет номер 12 Марик и Клар. С поворота поза сообщает, что мотор номер 12 дает переводик. Что-то случилось с корпорацией двигателя. Марик и Клар начинают быстро терять вызванные линии секунды. Номер 6 Эверант быстро настигает лидера. Ты посмотри, как идет, а? Сейчас он ходит. Между номером 6 Эверант и номером 12 Марик и Клар завязалась настоящая борьба за лидерство. Зрители с волнением ждут, чем же она закончится. Марик и Клар впереди. Она отлично преодолевает последние повороты. Уже видел финиш. Последние секунды. Финиш. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю! Молодец! Хочешь? Марика, вы совершили чудо! Ты придешь сегодня в клуб? Наверное, будут танцы. Обязательно. Я приглашаю тебя на первый танец. Но, Марика, первый танец будет танцевать со мной. Обещаю, первый танец тому, кто первый придет к финишу. Значит, будем танцевать. Рауль... Оставь Марика в покое. Не подумаю. Ну, ты! Ребята, успокойтесь. Вы же спортсмены на соревнованиях, а не драчуны на танцульке. Прошу вас помнить. По что он весит? Сейчас же все по машинам. Ну, пошли, пошли. Спокойно. Что ты кричишь на Рауля? Вот возьмет и уйдет в другое общество. Пусть уходит. Там его еще не знают. С кем ты будешь работать? Кроме него у нас нет ни одного порядочного гонщика. Не бойся, найдем. Брось шутить. Беречь Рауля наш долг. У него самые высокие показатели. Я считаю, что показатели не спорт. Ну, я этого не оставлю так. Вот увидишь. Да? Наступил самый интересный момент соревнований. В воздухе чувствуется особое напряжение. Это как будто бы тишина перед бурей, которая разразится в тот момент, когда на трассу выйдут машины с колясками. Учитывая показатели тренировки неоднократному чемпиону Раулю Тамре, придется серьезно опасаться конкуренции молодого спортсмена Петера Ласс. Нам же остается внимательно наблюдать. Наблюдать за тем, что произойдет на трассе, что покажут 20 кругов. Гонщики в классе машин с колясками выстраиваются на старте. Идут последние представления. Ну как? Машина в порядке. Все будет хорошо. Так. Только спокойнее, ребята. Ни пуха, ни пера. Ну да. Отключайте, ребята. Ну. Все в порядке. До последнего круга. Осталась еще минута. Желаю успеха, Ян. Это тебя не касается. Больше о чем ты думаешь. Ты слышал, что она сказала? Будет танцевать с чемпионом. А ты им не будешь. Но это мы еще посмотрим. До старта осталась одна минута. Тренерам, механикам, репортерам освободить трассу. Гонщикам надеть очки. Приготовиться. Внимание. Варш! С первого же круга бойщики взяли быстрый темп. Впереди идет номер первый Раунд Тавре. За ним, все сокращая интервал, идет номер восемнадцатый Петер Ларс. ВДЕРЖЕНИЯ А почему они так мчатся, а? Не знаете? Кто придет первым, тот приз получит, поняли? А, материальная заинтересованность А почему же мчатся остальные, а? Какие остальные? Другие гонщики Вот чудак Первый Рауль Тавре пытается оторваться от остальных гонщиков Он выжимает из машины все Удастся ли ему сохранить взятый темп? Извините, но вы сказали, что первый должен приз получить А по-моему, он теперь шестой Да нет, этот первый номер, который сейчас идет шестым первым, к финишу не дойдет Второй тоже не должен дойти к первому Второй номер, который идет одиннадцатым, он займет третье место Первым придет восемнадцатым Можете мне поверить, я в этом кое-что понимаю А теперь смотрите внимательно То есть первый восемнадцатый? Да-да Так почему им дали неправильные номера? Десятый круг Номер восемнадцатый, Петр Ласс Уверенно проходит поворот за воротом И начинает доставать лидера Надо сообщить, что подготовили оркестр Устроим Петеру порядку встречу Давай-ка! Давай-ка! Затвик буквально прилип к сопернику И пытается обойти его на повороте Раул Тамре на машине номер один Опытный гонщик, неоднократный чемпион республики Идет борьба за секунды С поворотой сообщают Впереди по-прежнему номер один Раул Тамре За ним идет номер восемнадцать Петр Ласс Между ними завязалась ожесточенная борьба Скорость нарастает На отдельных участках она достигает рекордной скорости установлен на трассе. Машины идут на предельной скорости. Каждый поворот теперь представляет серьезную опасность для гонщиков и многое зависит от мастерства и ловкости колясочника. Гонщики проходят опасный поворот. Здесь часто разбиваются гонщики и колясочки. Внимание! Томми! Томми, милый, ты жив? Нет. Конечно, я умер и нахожусь на седьмом небе. Ты первый раз в жизни сказала мне, милый. Из-за поворота вывода с машины номер один. Это Раул и Тамре. Наш Рауль пошел, видишь? Ясно, он выиграет. Да ты со мной спорил. Я с тобой не спорю. Только сказал, что не надо баловать. А ты напрасно его портишь. Для нас самые важные показатели. А для меня спорт важнее. А? А? Простите. Простите. Будьте добры, бутылочку кефира. Простите. 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 А? Продолжил небывалый темп. Храм Тавры не выдержал скорости обороте и вылетел на бочину. Ориентирует Беттер Марс. Почему не смотришь? Какая неосторожность! Из-за беспечности одного из зрителей собака оказалась на трассе. Могла произойти серьезная катастрофа. Номер 18 Петр Ласс реагировал мгновенно и сошел с дистанции. Петр Ласс включается в гонку. Он пытается наверстать по определенной секунде, а мотор машины не заводится. Гонщики толкают машину вперед и пытаются бегом прийти к финишу. Успеют ли? Победа была у них уже почти в руках. Напряжение достигнут высшей точки. Нервы зрителей напряжены. За поворотом уже слышал шум мотора. Это Рауль Тавре на машине номер один. Петер! 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 Не замолчи, какой там Рауль! Петер! 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 Вот он, Петер! Они победят! Полметра, только полметра осталось Петеру Ласс до вполне заслуженной победы. Таким образом, республиканское перенство в классе машин с колясками выиграл Рауль Тавре. Ура! 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 Хватит! Ура! Хватит, ребята! Довольно, ребята! Хватит! Он же еще болен! Как ты себя чувствуешь? Что сказал доктор? Он сказал, что второй танец ты обязан танцевать со мной. А эти заплаты, ребята, ему в лицу! А ну, брось тебя! Томми, Томми, знаешь, почему ты слетел? Ты на поворотах совсем не о том думал, да? Все это чепуха. Я теперь ни во что не верю. Ни в тренировку, ни в режим. Я не верю своим ушам. Пример дисциплины, и вдруг такая ересь. Что с тобой случилось? В результате я тебе сейчас скажу. Я за весь год не пропустил ни одной тренировки. Бросил курить. Встаю в 6 часов утра. Вовремя ложусь. Утром обливаюсь холодной водой. Делаю все, что говорит мне тренер. Веду себя как поймальчик. Но, однако, как ты знаешь, все равно прихожу последним. А Марико танцует ночь напролет и приходит первый. А с кем же она танцевала? С Раулем. А откуда ты знаешь? Ребята сказали. Да врут твои ребята. Что ты слушаешь? Ребята врут, да? Врут. Я тебе говорю, что не было этого. Можешь мне поверить, и нечего спорить. Пойдем спросим у Марико. Ну хорошо, пойдем спросим. Пойдем спросим. Э, стой, куда ты бежишь? Марико с Петером в буфете. А, идем. Прости. Интересно знать, кто прав, а? Томми. А ты почему знаешь? Знаю, раз говорю. Ян прав. Почему? Почему? Я видел их собственными глазами. Вот как? Ну вот иди и скажи им все сама. Иди. Это моя сестра Эллина. Познакомьтесь, пожалуйста, ребята. Добрый вечер. Очень рада. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Слушай, у меня гениальная идея. Ну, вы Рауя не видели? Не видели. Нет, не видели. Очень хорошо. Тогда вот что мы сделаем. Дальше ко мне. Быстро, 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 быстро. Ну вот, я и говорю, ребята. Я бы пришел первым. Может быть, конфеты? Только... Здрасте, ребята. Вот возьмите пожалуйста. Здрасте. 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 Это он пришел первым? О, здравствуйте. Здрасте. Он. Он всегда приходит верно. Всегда. Здрасте. 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 Привеча. Здрасте. 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 Вы никак не можете разобраться, кто и знать кто. Со мной познакомились в аэропорту. Со мной как-то слушали концерт. Со мной катались на яхте. А меня на днях вы пригласили танцевать. А танцевали со мной. А так кто же вам больше нравится? Извините, но я... О, я вполне понимаю ваше затруднение. Ведь танцевать сразу с двумя, это безусловно. Но это не так уж остроумно. В конце концов, не моя вина, что вы родились близнецами. С кем же вы танцуете? Нужно все-таки на что-то решиться. С той, которая мне нравится больше вас обеих. К сожалению, я уже пригласила Гарри. КОНЕЦ Минуточку. Тише, товарищи. Тише, товарищи. Слушайте меня. Не сердитесь, что я нарушил ваше веселье. Я хочу сказать, что тренерский совет постановил послать от женщин на международные соревнования и от чемпионку республики Марику Клар. А от мужчин Петера Лас. Петер! 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 Молодец! Послушайте, почему Лас? Ведь я же пришел первым. Решение тренерского совета. Как? А ты знаешь, тренерский совет надеется, что во время соревнований на трассе щенка не будет. Решение тренерского совета. Ну а старый Томас, старый Томас советует девушке в зале, посмотрите внимательно, не сидит ли рядом с вами такой Рауль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok